МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жестоких палачей судили за двойное убийство. Трое парней получили 40 лет колонии строгого режима. Они убили товарища и его мать. А чтобы скрыть улики, подожгли их квартиру. Преступление произошло в декабре 2011-го в доме на улице Пограничная. После того, как пламя потушили, в центре комнаты обнаружили трупы челябинца и его матери. На месте происшествия сыщики нашли отпечатки пальцев, следы от обуви и другие улики. Че еще? Сок? Пачку сока. Две пальчики едят на столе. Позже полицейские выяснили, накануне мужчина познакомился на улице с тремя молодыми людьми. Пригласил их выпить к себе в квартиру. Во время пьянки один из гостей вдруг заметил, что у него исчезла банковская карта. И подозрения сразу пали на хозяина. Они связали потерпевшего. Обнаружили у него в карманах одежды пластиковую карту. Тогда парни накинулись на вора с кулаками и забили его до смерти. А потом избавились и от единственного свидетеля – его матери. Чтобы замести следы, преступники подожгли квартиру и скрылись. Но соседи запомнили их приметы и убийц задержали. Всем троим было предъявлено обвинение сразу по двум статьям. Убийство и уничтожение имущества путем поджога. Ранее судимые жители Аргайша получили 40 лет колонии строгого режима на троих. Кроме того, им предстоит выплатить близким убитых миллион рублей. Челябинский расчленитель пойдет под суд. 52-летнему слесарю предъявлено обвинение сразу по двум статьям. Уголовное дело уже передано в суд. Напомним, человеческий торс нашла дворник во дворе дома по улице Мамина в марте. Немножко темно было. Может, манекен думала. Как бы со школы опять притащили или что. А потом два мальчика подошли. Я говорю, идемте посмотрим, что там такое. Они какой-то, да это же, говорит, труп. Пока эксперты собирали улики, оперативникам удалось найти и задержать человека, который выбросил части человеческого тела на помойку. Им оказался 52-летний слесарь ЧТЗ. Мужчина пытался запутать следствие. Рассказал, что дама умерла сама. А он просто решил избавиться от ее тела. Закинул в ванну. Просто испугавшись, расчленил ее и раскидал. Но вскоре задержанный сознался в убийстве 27-летней собутыльницы. Оказалось, между возлюбленными возникла ссора. В ходе конфликта мужчина забил даму сердца до смерти. Труп расчленил и выбросил на помойку. Мужчине предъявлено обвинение сразу по двум статьям. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и надругательство над телом умершей. Кстати, экспертиза подтвердила, что он психически здоров. Полицейские разыскивают преступника, который совершил вооруженный налет на ломбард по улице 40 лет победы. Из ювелирного салона мужчина вынес украшений на 100 тысяч рублей. Вот злоумышленник под видом покупателя долго разглядывает витрины, присматривается к товару, просит продавца поближе показать изделие. В следующий момент грабитель достает из черного пакета предмет, похожий на пистолет, и направляет его на сотрудницу салона. Испуганной женщине приходится только молча наблюдать, как вор складывает золотые украшения в свою сумку, а потом убегает. Преступника объявили в розыск. Это мужчина славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, глаза светло-голубого цвета. Полиция просит позвонить всех, кто его узнал. Южноуральский мужчина пытался проникнуть в гараж местной больницы. Грабитель надеялся вынести оттуда ценные вещи, но бдительные прохожие вызвали сотрудников полиции. В конце рабочего дня мужчина пробрался на территорию горбольницы и попытался взорвать замок гаража, но не успел. Его обезвредили полицейские. Проезжала на велосипеде, услышала скрежет, обратила сюда внимание к гаражу. Сидит парень здесь или мужчина. Я думала, что вскрывает гараж. Набрала вот дежурную часть. Оказалось, взрывчатку мужчина сделал сам. Днем раньше с помощью такого же боеприпаса он ограбил склад магазина в пятиэтажке и вынес шесть кофеварок. По указанному адресу нами был обнаружен гражданин, который пытается взорвать гаражные ворота здания. Как установили эксперты, мужчина был в наркотическом опьянении. Сейчас он под стражей. Под Златоустом после схода грузовых вагонов восстановлено железнодорожное полотно. Поезда курсируют в обычном режиме. Между тем на восстановительные работы потребовались почти сутки. За ремонтом следила и наша съемочная группа. Пройти можно? Нет. По причине? По причине того, что проводится работа. Возле железной дороги дежурят силовики и выставлено оцепление. С рельсов сошли 16 грузовых вагонов и 54 полувагона. Повредились опора контактной сети и само железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал. Однако местные до сих пор с ужасом вспоминают катастрофу. Была на улице, как раз выходила. И услышала сильный скрежет. Но вскоре Надежда Васильевна поняла, что случилось. В этих краях железнодорожное ЧП – не редкость. Ну, наверняка, наверное, опять эти бездомные железы собирали, наверное. Сняли пару рельсов? Да, ну, конечно. Костыли, достаточно несколько костылей убрать. Впрочем, окончательно разобраться в этом вопросе предстоит следователям. Они сразу же выехали на место ЧП вместе с железнодорожниками, спасателями и скорой. Селяне тоже не остались в стороне. Дошли до железнодорожного полотна, сняли видео и теперь торгуют эксклюзивом. Чтобы разобрать завалы и починить рельсы, рабочим потребовались почти сутки. Все это время поезда следовали по измененным маршрутам. Мария Минина, Павел Демидов, Тимур Юнусов, 31 канал. В шокирующий случай на северо-западе двухгодовалая малышка выпала из окна третьего этажа. Все случилось вечером в этом доме. Двухлетняя девочка вышла на балкон, по мебели взобралась наверх, не удержала равновесия и упала с балкона. В момент трагедии мать малышки находилась в ванной. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали. У малышки перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. За жизнь девочки сейчас борются врачи. Взрыв намечили, не отразится на челябинской экологии. По крайней мере, в этом уверяет пресс-служба металлургического комбината. О сумме ущерба и пострадавших на предприятии не сообщается. Напомним, в ходе сварочных работ на ЧМК произошел хлопок газа, а впоследствии и возгорание. К месту ЧП направили ряд спецслужб. Как позже выяснилось, там произошел прорыв опасного химического вещества нафталина. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пламя удалось ликвидировать в течение 20 минут. Что стало причиной пожара на заднем дворе одной из гостиниц, предстоит выяснить экспертам. Крупный пожар неподалеку от железнодорожного вокзала попал в камеры очевидцев. На этих кадрах видно, как горит мусорка и множество коробок. Сюда картон складировали местные предприниматели. По версии жителей соседних домов, несвоевременная уборка мусора и стала причиной пожара. В апреле горел ящик. Я говорю, загорится и мусор у них. У них там не складывает нисколько, бардак без конца. Ну что это такое, безобразие это. Вот, пожалуйста, вот пожар на лицо. Это уже последствия ЧП. Чтобы ликвидировать пламя, пришлось вызывать пожарных. Территория, на которой произошло возгорание, никак не огорожена. Попасть туда может каждый. По версии горожан, там складируют коробки с ближайших магазинов. Сейчас их тушат, пока МЧС от комментариев отказывается. МЧС пока устанавливает причины возгорания. Но местные уверены, загореться могло из-за чьей-то непотушенной сигареты. А сюда вот, пожалуйста, приходи, ройся. Тут все бомжи роются. Две это никто. А зачем вообще этого охраны держать? Благо, огонь не перекинулся на соседние припаркованные машины. Иначе ущерб от возгорания мог быть значительным. Владелец охранного предприятия в Еманжелинске подал в суд на салон сантехники. Объектом спора стала ванна стоимостью 200 тысяч рублей. Покупатель, хозяин охранного агентства, оказался недоволен элитным джакузи. Но возвращать товар продавцу не стал. Решил подать в суд. Какое решение вынесла Фемида, узнал наш корреспондент. В этот салон клиент по фамилии Василенко наведался в конце прошлого года. Подбирал ванну с гидромассажным оборудованием. Остановился на похожей модели джакузи стоимостью почти 200 тысяч рублей. Мужчина долго раздумывал. Ложился в ванну, обсуждал нюансы покупки. И через два дня решился на сделку. По его просьбе продавцы организовали доставку сантехники в нерабочий день. А потом покупатель стал предъявлять претензии. Он написал претензию, что у него поцарапанный грязный экран для ванны без упаковки. Впоследствии выяснилось, что оказывается экран был в упаковке транспортировочной. Просто ее не сняли. Потом покупатель вдруг заявил о другом недостатке. Ему не понравился материал колпачков нескольких деталей. Ну, завод так делает. То есть мы не можем давать распоряжение и указания заводу-производителю о том, какие делать форсунки, сами накладочки. Позже покупатель заявил, у него нет технического паспорта на сантехнику. И поэтому, как пользоваться гидромассажем, он не знает. Хотя на ванне всего одна кнопка. Вдобавок нет подголовника и смесителя. В магазине еще до суда предложили сдать товар и вернуть деньги. Мы уже пошли на то, что мы сами своими силами эту ванну демонтируем, отключим, сами увезем. И мы предложили ему 10 тысяч морального вреда. Юрист его сказал, что это их не устраивает. Василенко возвращать покупку отказался. Подал в суд. Представитель ИСА заявил, что он думал, что эти материалы должны быть металлические. К сожалению, это распространенное мнение обывателя, что он думает, что они металлические. Истец потребовал от продавца не только вернуть деньги, но и выплатить моральный вред и неустойку. И вот Фемида Иманжелинска постановила. Директор магазина должен выплатить покупателю почти 600 тысяч. Деньги за ванну, неустойку в размере 190 тысяч рублей и штраф. Руководство салона с таким решением не согласно и намерено его обжаловать. Ольга Кокшарова, Тимур Баташев, Дамир Яганшин, 31 канал, Иманжелинск. В Южноуральске полицейские задержали двоих парней. При обыске в их машине оперативники обнаружили наркотики. Этот ВАЗ 14-й модели сыщики остановили для обычной проверки. Но у шофера не оказалось водительских прав. После задержания в салоне автомобиля провели обыск. И не напрасно. Сотрудники полиции в автомашине обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Предположительно наркотическое вещество около 0,5 граммов. Машину отправили на штрафстоянку. А водителя за нарушение правил дорожного движения и езду по городу без прав арестовали на четверо суток. Позже им займутся сотрудники госнаркоконтроля. Фемида наказала магнитогорских драгдиллеров. За сбыт курительных смесей в особо крупном размере 19-летние парни получили на двоих 14 лет колонии строгого режима. Спецоперацию по задержанию юных торговцев кайфом оперативники провели в феврале 2012-го. За участником группировки устроили слежку. В черной баллоневой куртке с капюшоном в спортивных тренниках. А уже после провели задержание. У парней изъяли 2 килограмма наркотиков. Выяснилось, дурман на Южный Урал перевозили в бытовой технике. В последний раз кайф они спрятали в коробках с электрочайниками. Что мы вы едим? Пакет? За сбыт курительных смесей в особо крупном размере один из парней получил 9 лет колонии строгого режима. Его подельника наказали пятью годами тюрьмы. Наркополицейские разыскивают беглых преступников. Пятеро мужчин и одна дама обвиняются в незаконном приобретении, хранении, изготовлении и перевозке психотропных веществ. Оперативники устанавливают местонахождение этого мужчины. 35-летний Сергей Арестов обвиняется в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Также в розыске находится 36-летний Александр Бухарин. Челябинцу тоже предъявлено обвинение по 228-й статье. За совершение этого же преступления разыскивается и 47-летний Сергей Гамбург. Уроженцу Копейска грозит внушительный срок. Вместе с ним сыщики не знают, где находится 43-летний Алексей Щелканов и 30-летний житель Еткульского района Дмитрий Кликовкин. За торговлю кайфом разыскивается и эта дама. 25-летняя жительница Троицка находилась на подписке о невыезде, но сбежала от следствия. Спонсор выпуска – дисконцентр «Техносток». В магазине распродажа фотоаппаратов, видеокамеры, цифровой техники. Скидки до 50%. Магазин выгодных покупок на братьев Кошириных 12Б. Это прямо напротив цирка. А время чрезвычайных новостей продолжается. Не переключайтесь, самое интересное еще впереди. Семья на скутере попала в ДТП. Авария из камер видеорегистраторов. Поймали лжеполицейского, и ребенку нужна помощь. Неужели коммунист Горолев позволит американцам первыми из космоса земли стать? Товарищ Хрущев, американцы продают нам дорогие фотокамеры. Техностоки за счет уценки дешевле. А как же мы американцам кузькину мать, а потом хоть пусть на луну летят? Крупное ДТП в Магнитогорске. Маршрутка столкнулась с легковушкой и протаранила киоск. Это уже последствия аварии. Спасатели разрезают забор, чтобы достать газели с железного плена. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Маршрутчик затормозить не успел и столкнулся с 99-кой. От удара микроавтобус влетел в остановку. Снес железное ограждение и врезался в торговый павильон. Погибших нет. В тяжелом состоянии в больницу увезли лихача и пассажирку маршрутки. 32-летняя женщина сидела рядом с водителем и получила перелом бедра и голени. Парни покатались на иномарке и устроили крупное ДТП. На Митсубиши-Лансер они залетели под грузовик. Три человека пострадали. Все случилось днем на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Куйбышева. Со слов водителя КамАЗа, он ехал на зеленый сигнал светофора. А когда завершал маневр, почувствовал удар. Они стояли в ряду во втором. Ну и это видят, видимо, правый ряд свободный. Он выезжает со второго, ну с того ряда, я не знаю какой он там. И выскакивает крайний правый ряд и по газам пошел и приехал ко мне в этом. Чтобы достать водителя из легковушки, пришлось выламывать двери. С различными переломами лихача и двоих его пассажиров госпитализировали. В МИАСе 30-летний мотоциклист на огромной скорости снес электроопору. Столб рухнул на дорогу и перегородил движение. Байкеры госпитализировались черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. Подробности в репортаже. Многокилометровая пробка – это последствия ДТП. У пострадавшего байкера даже не было прав на управление транспортным средством. С места ДТП его увезли в больницу, а последствия пришлось устранять дорожным службам. А в Челябинске на улице Героев Тонкограда столкнулись сразу пять автомобилей. Сначала в лобовую сошлись отечественная легковушка и внедорожник. От удара иномарку отбросило назад и, двигаясь задним ходом, автомобиль столкнулся еще с тремя машинами. Информации о пострадавших нет. А это ДТП случилось на автодороге Меридиан. На перекрестке у самосвала отказали тормоза, он не смог остановиться и протаранил легковушку. Выкатившись на пешеходный переход, автомобиль чудом не задел людей. Еще одна авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улиц Танкистов. Водитель ВАЗа девятой модели решил проехать на красный, и вот результат. После удара одну из машин развернуло на 360 градусов и отбросило на бордюр. Этому автомобилисту чудом удалось избежать столкновения. Спасла реакция. Водитель вовремя заметил ДТП и успел свернуть. В Калининском районе загорелись сразу две иномарки. Машины вспыхнули прямо на платной автостоянке. Очевидцы заметили огонь и вызвали пожарных. Ситроен загорелся в 2 часа ночи. Пока вызывали бригаду МЧС, огонь перекинулся на соседний автомобиль. Там сейчас соседняя тоже загорится. Прибывшие пожарные потушили пламя за 10 минут. Ущерб десятки тысяч рублей. По одной из версий причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки машины. В Калининском районе машина сбила ребенка. С различными травмами шестилетнюю девочку госпитализировали. Авария случилась вечером на проспекте Победы. Со слов водителя, ребенок неожиданно выбежал на дорогу в неположенном месте. Мужчина попытался затормозить, но не успел. Пешеходный переход находился в 150 метрах от места происшествия. Закрытый черепно-мозговой травмой и переломом голени девочку увезли в больницу. Инспекторы ГАИ проводят проверку. В районе ЧТЗ легковушка столкнулась со скутером. Трудно представить, но на мопеде в этот момент ехала целая семья. Мать с отцом и их четырехлетний ребенок. Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. ВАЗ-14 модели решил развернуться. Отец за рулем скутера затормозить вовремя не успел и врезался в легковушку. Удар был такой силы, что водитель мопеда и его пассажиры перелетели через машину. Водитель ВАЗ-2114 с места ДТП скрылся. В настоящее время производятся разыскные мероприятия. Все пострадавшие ехали без шлемов и получили серьезные травмы. Четырехлетний ребенок и его мать отпущены на амбулаторное лечение. А вот главу семейства госпитализировали. Тем временем водитель 14-й даже первой помощи пострадавшим оказывать не стал. Испугался и убежал с места ДТП. Сейчас его ищут. Машину эвакуировали на штрафстоянку. Еще одна авария случилась в центральном районе. На улице Худякова мужчина сбил мать с шестимесячным ребенком. При выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении пешеходом, находившимся на регулировании пешеходном переходе и переходившую в проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшие с отресением головного мозга и многочисленными ушибами были доставлены в больницу. Известно, виновник ДТП четыре раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Полиция собирает компромат на нарушителей. Тех, кто паркует свой автомобиль в неположенном месте. Водителям, чей железный конь красуется прямо на дворовых газонах, грозит административная ответственность. Владельцам этих авто явно безразлична растительность во дворах. Свой транспорт они, не стесняясь, загоняют прямиком на зеленые насаждения. Каждый сотрудник полиции, выявляя такой факт, будет собирать материал административный для дальнейшего передачи его в административные комиссии при администрации районов города Челябинска. Все факты нарушения сотрудники полиции будут фиксировать на видео и устанавливать нарушителей. А за профилактической беседой последует и штраф от 1 до 15 тысяч рублей. Бдительных граждан, кто заметил машину на газоне, просят сообщать в райотдел. Инспекторы ГИБДД вновь застали маршрутчиков врасплох. Некоторым выписали штрафы, а кого-то даже сняли с маршрута. Десять часов утра, конечная на Салавата Юлаева. Инспекторы ГАИ совместно с другими спецслужбами проверяют водителей маршрутных такси. В проведении таких мероприятий участвовали и будут в дальнейшем участвовать другие контрольно-надзорные органы. Это и прокуратура, и транспортная инспекция, инспекция по труду, и налоговая инспекция. В итоге за два часа ГАИшники выписали 22 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще у троих водителей были неправильно заполнены путевые листы, а пять газелей и вовсе сняли с маршрута. Они были технически неисправны. За сутки обогатился на полмиллиона. Менеджер салона сотовой связи ограбил собственное рабочее место. Из магазина он похитил дневную выручку, перевел деньги фирмы на личный счет и вынес цифровой техники на 400 тысяч рублей. Парня даже не смутила камера внутреннего видеонаблюдения. Вот он заступает на утреннюю смену. Пока нет продавцов, он вскрывает кассу. Воришку привлекает сумма в размере 40 тысяч рублей. Обогатившись за несколько минут, парень входит в кураж и с помощью компьютерной программы решает перевести на личный счет еще 90 тысяч казенных рублей. Также из салона сотовой связи свободным доступом похитил более 46 телефонов и три планшетника Apple. Далее все это сложил в два пакета и покинул место происшествия. Позже парень сбыл награбленное в переходе, по горячим следам его задержали и допросили. Своей вины он отрицать не стал и полностью раскаялся. За кражу в особо крупном размере менеджеру грозит до шести лет тюрьмы. Лжеполицейского скрутили, когда он вымогал деньги у продавцов супермаркета. За вознаграждение он собирался стать покровителем торговой точки. В магазин он пришел под шофе и стал вести себя агрессивно. Приставал кассирам. В этом бушлате с капитанскими погонами представился сотрудником полиции. Он требовал плату за то, что избавит магазин от всех проблем с законом. Встревоженные сотрудники супермаркета вызвали охрану. И Рыки Гира задержали. Нами было предъявлено ему предъявить удостоверение сотрудника полиции. На что он ответил, что удостоверения у него нет и не было. Данную форму он купил на одном из рынков. Во время задержания лжеполицейский пытался сбросить форму служителя закона и сбежать. Но ему это не удалось. Чтобы меня схватили. Неизвестно за что. Предъявите удостоверение сотрудника. Я хотел хлеба купить. Дебошира доставили в райотдел. Выяснилось, к правоохранительным органам он никакого отношения не имеет. Зато на его счету уже есть одна судимость. Заложное сообщение об акте терроризма. Незванного гостя пришлось ловить областным спасателям на территории Магнитогорского училища. За забором учреждения оказался лось. Лесной житель забрел в город по ошибке. Сначала его пытались поймать полицейские, а потом пришлось вызывать сотрудников областной службы спасения. За лосем гонялись около трех часов. В итоге спасатели с помощью сноровки и веревки сумели связать животное. Давайте выводим его. Вы отойдите. Вы отпускаете. Все, ноги, ноги. Все нормально. После поимки лося погрузили в машину и доставили в ближайший лес. А неподалеку от Низипетровска погибла семья лосей. Мать застрелили браконьеры и разобрали тушу на мясо. Двухнедельный лосенок два дня провел без еды и воды. В итоге погиб от истощения. Совершить такой факт браконьерства, причем среди Белодня и в четырех километрах от населенного пункта Ситцево, с нарезного оружия, я считаю это просто беспредел. Кстати, личность браконьера уже установлена. Против него возбуждено уголовное дело. За это преступление ему грозит внушительный штраф и лишение свободы сроком на два года. Полицейским пришлось отсмотреть пикантное видео и сотню других киноновинок, чтобы отличить контрафакт от лицензионного видео. Такую нелегкую задачу поставили перед оперативниками производители пиратских копий. Накануне стражи порядка наведались на крупный склад с дисками. В этом небольшом помещении по улице Косарева обнаружились стеллажи, доверху наполненные пиратскими версиями популярных фильмов. На полках копии кинохитов, новинки киноиндустрии, мультфильмы и даже фильмы для взрослых. Такая коллекция удовлетворит даже самых взыскательных киноманов. Но вот полицейские остались недовольны подпольной деятельностью любителей кино и забрали весь контрафакт. Чтобы вывести коробки, пришлось вызывать грузовик. Всего здесь насчитали 22 тысячи дисков. Скорее всего, после расследования их уничтожат, а на видео пиратов уже составили протоколы. В рамках проведенной операции нами возбуждено три уголовного дела на территории города Челябинск. Ряд материалов еще находится на стадии возбуждения, так как не проведен необходимый комплекс экспертиз, необходимый для принятия решения. Полиция просит людей жаловаться. Сыщики ждут сообщений о подпольных игровых заведениях. С начала года оперативники уже закрыли 58 залов, где стояли однорукие бандиты. Всего изъяли почти полторы тысячи игровых аппаратов. Мало того, в городе действовали и настоящие казино. Четыре азартных заведения с рулеткой, покерными столами и фишками тоже прикрыли. Изъято в 1210 игровых автоматах, а также 1700 игровых плат. Более 150 человек привлечены к административной ответственности. Маленькому Максиму нужна помощь. Девятимесячный малыш нуждается в дорогостоящих аппаратах. Несколько месяцев назад Максим Емельянов заболел бронхитом, а потом попал в реанимацию. Полтора месяца малыш пролежал под аппаратом искусственной вентиляции легких. И ему поставили трахеостому. Теперь мальчик не может самостоятельно дышать. Аппараты это для отсоса мокроты. Мокроты скапливаются и ребенок может задохнуться от этого. Такие процедуры Максиму надо делать каждые 30 минут. Но главная проблема в том, что эти аппараты работают только от электричества. А значит малыш заточен в четырех стенах. Его не могут вывезти даже в поликлинику. Родители хотят купить аппараты на батарейках. Но стоят они дорого. А у семьи таких денег нет. Нам нужен вот ингалятор и нужен отсос. В общей сложности мы где-то порядка 60 тысяч нужны. Помочь Максиму может каждый. Реквизиты есть только на сайте 31 канала. Помните, сюжеты не придуманы. Таким этот мир мы делаем вместе с вами. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok